Этот ресторан в Милане идет в ногу со временем. Чтобы продвигать себя в социальных сетях, он решил принимать плату подписчиками в Инстаграм. Если их у вас больше ста тысяч, то обед обойдется бесплатно. Теперь от блогеров здесь нет отбоя. Каковы же были главные гастрономические предпочтения людей в 2018 году? Несомненно, немалую роль играли социальные сети. Особой популярностью пользовалась еда, которая достойна тысяч лайков. Так, новым трендом воспользовалась украинка Динара Касько. Она печатает формы для выпечки на 3D-принтере, а потом создает сложные геометрические десерты. На ежегодной выставке выпечки в Лондоне все также говорило о том, что людям больше важна форма, чем содержание. На одном из стендов можно было попробовать на вкус Биг Бен, а торты поражали своей красотой. «Людям нравится идея, чтобы торт был центральным элементом и всех поражал, чтобы он был центром вечеринки». Изысканные угощения также в меню королевской семьи Монако. На первый взгляд это лимон, но на самом деле за оболочкой скрывается нечто большее. В некоторых странах в привычный рацион входят насекомые. Так, в Камбодже любят жареных тарантулов и скорпионов. В ресторане города Сиэм Риап посетители также угощают блюдами из других насекомых. До недавнего времени Европа оставалась непреклонной перед такими изысками, но теперь насекомые постепенно оказываются и в тарелках европейцев. Так, две итальянки решили готовить обеды на дому и изменять представление людей о такой пище. Если же хочется чего-то более традиционного, то можно отправиться в небольшую деревушку на севере Шотландии. Там находится популярный ресторан, где подают рыбу и картофель. В чём же их секрет? «Кляра должно быть немного, чтобы чувствовался вкус рыбы. Если вы покупаете дорогую рыбу, хорошую и свежую, вы не хотели бы, чтобы её вкус забивал толстый слой кляра». А этот новый футуристический способ приготовления еды изобрели в Китае. Блюда в колбах готовятся за счёт солнечного света. А теперь снова о традициях. Эта лапшичная в Гонконге работает уже 68 лет. Её шеф-повар разминает тесто большой бамбуковой палкой. За день готовит около 900 порций лапши. Впрочем, скоро ресторан закроется из-за конкуренции со стороны заведений, где лапшу готовят автоматы. А вот так решили привлекать посетителей на одном из оживлённых шоссе в Индии. Ресторан открыли в списанном самолёте. Посетители покупают посадочный билет, проходят все проверки и оказываются внутри. «Они не путешествовали по воздуху, поэтому мы позволяем им ощутить, каково это. Они предъявляют паспорта, проходят проверку безопасности». И напоследок немного сладкого рая. В Маниле отдали дань уважения одному из самых любимых десертов страны – пончику в глазуре. На выставке можно было покататься на тематической горке и вдоволь наесться сладостей.